Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира» в студии Евгения Фахурдинова. О том, что происходит в мире русского зарубежья, узнаем прямо сейчас. В Москве на Красной площади прошел Парад Победы. Ко Дню Семьи, Любви и Верности наш телеканал готовит концерт с участием звезд. Курсы для актеров запускает ГИТИС совместно с Фондом «Русский мир». А сейчас более подробно об этих и других новостях. 13 тысяч военнослужащих и более 200 видов военной техники прошли по центральным улицам Москвы в честь Парада Победы. Лучшие современные новинки боевых машин и легенды советского времени 24 июня встретились на Красной площади. О том, как прошел грандиозный парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, узнаем в следующем репортаже. Традиционный парад в честь Дня Победы, который мы привыкли смотреть 9 мая, в этом году был перенесен из-за непростой эпидемиологической ситуации. Новая дата его проведения была выбрана неспроста. Ровно 75 лет назад, в этот же день, 24 июня, состоялся первый парад на Красной площади в честь Великой Победы над фашистской Германией. Атмосфера все та же, как и тогда. Торжественный марш, крики «Ура!», яркие армейские знамена развиваются по ветру. По каменной брусчатке движутся настоящие легенды военного времени. Во главе, конечно же, тот самый танк Т-34. Не обошлось и без новинок военной техники. Более 200 моделей боевых машин приняли участие в параде. 20 из них впервые. Уникальные образцы защищенных автомобилей «Тайфун», машины пехоты «Бережок-25» – все это и многое другое удивило приглашенных гостей. На парад прибыли иностранные делегации более чем из 10 стран мира. Президенты Молдавии, Южной Осетии, Казахстана, Сербии и других государств побывали на торжественном мероприятии. Перед проведением парада за здоровьем всех военнослужащих тщательно следили врачи. Раз в неделю – экспресс-тесты на заболевания и регулярная проверка температуры. А все иностранные граждане сдали тесты на коронавирус дважды. Семейный квартирник – так называется музыкальный концерт ко дню семьи, любви и верности, который пройдет на нашем канале 8 июля в 19.00. Звезды отечественной эстрады подарят всем нам настоящий праздник. Интересно будет смотреть не только взрослым, но и детям. В программе запланированы музыкальные номера от участников Детского Евровидения 2019 года. За кулисами онлайн-сцены побывала наш специальный корреспондент Полина Прокопенко. За кулисами онлайн-сцены сейчас проходят последние репетиции. Уже почти все готово для того, чтобы вместе объединиться и встретить самый главный семейный праздник. Семьи всей страны объединяйтесь! 8 июля в День семьи, любви и верности телерадиокомпания «Русский мир» совместно с проектом «Многодетная Россия» дарит уникальную возможность всем зрителям побывать в гостях у заслуженных артистов и музыкантов. Родион Газманов, Алсу, телеведущая Юлия Барановская и многие другие проведут уникальный онлайн-квартирник. В программе музыкальные номера, поздравления и, самое главное, результаты фотоконкурса для многодетных семей. Проект «От трех до бесконечности» объединил тысячи семей по всей России. Он существует уже шесть лет и пользуется большой популярностью как среди профессиональных фотографов, так и любителей, в том числе и из-за рубежа. В этом году в конкурсе участвуют более 5000 фотографий. Конкурс уникальный, он существует с 2015 года, мы его запустили только в одном регионе, но он сразу стал любимым и сразу пошел по всей стране. Сегодня в рамках проекта «Многодетная Россия» этот конкурс не просто российский, он народный. Потому что пришло более 4,5 тысяч заявок. Уникальные фотографии. Нашему жюри было очень непросто выбрать победителей. Подводя итоги на нашем семейном квартирнике, мы с вами узнаем призеров и победителей потрясающего конкурса. Мы увидим успешное выступление наших победителей «Марафона талантов». Все это делаете вы, многодетные семьи России. Главной изюминкой онлайн-портерника станет музыкальная композиция «Гимн семье». Хорум многодетных семей Москвы, а также молодые участники из Самары, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Красноярска и других городов исполнят композицию в честь главного семейного праздника. Актеры из стран ближнего зарубежья смогут принять участие в бесплатной программе повышения квалификации. Театральный институт ГИТИС совместно с Фондом «Русский мир» и Министерством культуры России организуют онлайн-курсы от лучших преподавателей страны по актерскому мастерству. Постановка речи, сценическое движение этому и многому другому будут обучаться слушатели курсов из уст профессионалов. Среди преподавателей филолог, театральный критик и ректор института ГИТИС Григорий Заславский. Взрастить интерес к русскому языку, литературе и культуре в целом с такой идеей выступили организаторы онлайн-курсов актерского мастерства от театрального института ГИТИС и Фонда «Русский мир». Профессиональные артисты, преподаватели творческих вузов, а также режиссеры из Казахстана, Грузии, Украины и других стран смогут повысить свою квалификацию. В программе разбор пьесы лучшего российского драматурга Антона Чехова. Это будет полезно не только актерам, но и режиссерам. Как выстроить действия, что такое сверхзадача в пьесе и почему особенно важно уделять внимание внутренним монологам героев? Ответ на эти и другие вопросы получат слушатели курсов в разделе «Актерское мастерство». Мы очень рады возможности, которая появилась у нас благодаря поддержке фонда «Русский мир», чтобы сейчас, когда весь мир разделен карантинами и самоизоляциями, актерское сообщество, наоборот, почувствовало еще больше и лучше наше актерское и театральное братство. Каждый участник сможет прослушать три программы на выбор – актерское мастерство, сценическая речь и движение. Все упражнения разработаны с учетом дистанционного формата обучения. Как уверяет сам Григорий Заславский, переживать за отсутствие тактильного контакта не стоит все мастера, профессионалы своего дела. Поэтому результат от такого обучения обязательно будет. Какое-то время, когда мы уже сможем снова встретиться очно, на гастролях, на фестивалях, и мы, и вы сможем почувствовать вот эти вот уроки ГИТИСа. Замечательные уроки одной из лучших театральных школ в мире. Программы будут проходить в июле дистанционно на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, созданного в ГИТИСе в рамках проекта «Культура». За месяц ГИТИС планирует обучить 300 человек. После завершения программы каждый слушатель получит от ГИТИСа удостоверение о повышении квалификации. 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся Парад Победы. В этот памятный день Московский государственный музей Сергея Есенина пригласил всех желающих на онлайн-прогулку. Специфический онлайн-спектакль, который подготовили молодые поэты специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии довелось принять участие и мне. На сегодняшний день одной из самых популярных форм посттеатра является сайт «Специфический театр». В нем пространство действенное и приобретает особый художественный статус, а также функцию, равную исполнителю. В онлайн-прогулке приняли участие молодые писатели, художники и музыканты. Они прошлись по улицам двух столиц, по Московским изогнутым улочкам и по Невскому проспекту Санкт-Петербурга. Вспомнили известные деятели искусства и культуры, рассказали о сыне Сергея Есенина, фронтовике и орденоносце, посетили место, откуда эвакуировалась Марина Цветаева, а также прогулялись по улицам Анны Ахматовой и познакомились зрителей со своими авторскими произведениями, посвященными войне и Великой Победе. Автор идеи и режиссер Екатерина Воинова, выпускница в ГИКО, член Союза театральных деятелей России. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы с современными писателями, поэтами, художниками, музыкантами постарались сделать спектакль исследования на тему войны, а главное – победы. Было интересно понять, как эта тема войны и победы отражается в сердцах и творчестве наших современников. Оказывается, отражается. Писатели и по сей день пишут произведения на тему войны, художники пишут картины, посвященные своим предкам, воевавшим, детям войны. Да, мы помним, любим, гордимся и не устаем говорить спасибо нашим доблестным предкам. Среди участников онлайн-спектакля была художник Анна Стани, лауреат Международной Бунинской премии и Всероссийского конкурса «Осиянное слово» имени Гумилева Валерия Хададин, автор журналов «Юность», «Тверской бульвар» и «Петроград» Диана Чуяшева, член Союза писателей России и журналистов России Евгения Фахурдинова, автор-исполнитель, лауреат Международных конкурсов Екатерина Смирнова, финалист Всероссийской премии «Дебют» и литературной премии «Лицей» имени Пушкина Елена Борок, лауреат в литературной премии имени Белого Катерина Корниенкова и Роман Круглов, поэт, критик, эссеист, переводчик, кандидат искусствоведения, секретарь Союза писателей России. Если коротко сказать о моем стихотворении, то к его написанию я шла очень долго, я боялась взяться за эту тему, потому что это вдохновение, да, но я писала о людях, которые не являются мне посторонними или вымышленными. Это мои бабушка и дедушка, которые жили на Дону и принимали участие в Великой Отечественной войне. И мне очень хотелось, чтобы с профессиональной точки зрения, с поэтической это было, скажем так, грамотно и добротно, и с общечеловеческой, чтобы это было трогательно. Надеюсь, что мне это удалось, как и удалось другим участникам нашего проекта. У всех желающих также была возможность принять участие в этом иммерсивном мероприятии, написать в комментариях свои авторские стихи, произведения любимых поэтов или рассказать о своих предках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. А во втором действии онлайн-бродилки выступили друзья авторов, артисты, художники и поэты из разных точек мира. Они сражались за Родину. В честь юбилея победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем вспоминать подвиги героев. Следующий сюжет участвует в четвертом телевизионном и радиоконкурсе «Корреспондент русского мира». Фултон Валареса из республики Саха-Якутии прислал в редакцию историю ветерана Николая Афанасьева. В 1943-м Николай Иванович Афанасьев работал в Вилюйском педучилище. Когда пришла повестка, его отправили в Усть-Кут Иркутской области. Уже на месте новобранцы узнали, что их везут на границу с Монголией. Там он попал в стрелковый полк. Через два месяца меня и моего друга, земляка из Вилюйска, Кожова Николая Иннокентьевича и меня взяли особый отряд разведчиков. В разведке дисциплина была жесткой. Каждый день тренировки по боевому искусству, самбо и различным диверсиям в тылу врага. Ежедневно поступали различные спецзадания. Через год его вызвали в особый отдел Забайкальского военного округа и приказом направили во Владивосток. Опять спецзадания переходили. Уже война началась там. Что переказывали, то и выполняли. Много было кое-чего. Специально грузу сопровождали, КПП. Особым критерием разведки было изучение японского языка. Как хорошо владевшего им Николая Ивановича, часто использовали при допросах военнопленных. Даже спустя десятилетия. Он помнит его, как будто учил вчера. А что это значит? Так до конца войны он служил переводчиком. Помогал допрашивать пленных солдат и офицеров Квантунской армии. Его демобилизовали только в 1947 году. А спустя три года он женился на Евдокии Прокопьевне, с которой они воспитали 10 детей. У нас 10 детей, более 10 внуков и еще больше правнуков. Нас было двое, а сейчас более 30, около 40 человек стали. Николай Иванович – заслуженный учитель Советского Союза и Якутской СССР. Отличник образования. Ветеран пережил операцию. В этом году ему исполнится 96 лет. И он полон сил встретить юбилей Победы вместе с семьей. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова